давайте рассмотрим как можно сделать зум например вы играете на мобильном телефоне и поставьте два пальца чтобы увеличить скажем картинку или уменьшить на компьютере это проверить будет наверное сложно вот поэтому мы проверить не сможем но вы можете проверить уже сбилдив игру на телефон и настроив так как вам это нужно итак я взял на камеру добавил скрипт зум хендлер вот и его мы будем использовать в данном случае что нам нужно нам нужно найти две точки на экране то есть определить сначала что у нас обязательно сразу два касания потом нам нужно определить каждую из точек положения этих точек и проверять расстояние между этими точками чем оно больше тем ближе мы должны приближать камеру чем она дальше тем меньше мы должны приближать камеру также нам нужно узнавать на предыдущем фрейме какое положение было этих точек и в зависимости от этого определять мы увеличиваем изображение или уменьшаем и так давайте рассмотрим этот скрипт мы определяем несколько полей это дистанция между точками и сами точки в данном случае в аптейте мы проверяем количество тачи сейчас два нам именно эта цифра нужна поэтому мы ее и проверяем в остальных случаях мы ничего не делаем и так если у нас количество тачей равно 2 мы выполняем метод зум давайте посмотрим на этот метод здесь мы получаем два тача get touch первые и второй окей мы получили их позиции и дальше мы смотрим на дистанцию пока что у нас дистанция 0 если у нас мы сейчас ничего не делаем то есть если у нас нет тачей мы не прикасаемся к экрану у нас дистанция тоже 0 дальше если у нас дистанция 0 тогда мы определяем дистанцию между первым и вторым касанием когда у нас есть тач опять же зум выполняется только если у нас два тача то есть у нас сейчас два тача и мы считаем расстояние между этими тачами далее мы записываем дельту а если у нас дистанция предыдущий да то есть мы сравниваем в предыдущем кадре у нас какое было расстояние в данном случае 0 поэтому у нас просто считается расстояние между точками и дальше нам нужно двигать куда-то камеру в зависимости от этого расстояния мы используем метод vector 3 move towards который говорит что двигать куда двигать и с какой скоростью двигать да то есть тут можно все настроить и после этого он присваивает эти значения transform position то есть в данном случае скрипт находится на камере поэтому камере будет присваиваться эти значения и дальше мы записываем то расстояние которое сейчас данный момент чтобы на следующем кадре проверить предыдущее на следующем кадре мы проверяем у нас уже есть здесь какое-то расстояние и пальцы мы не отжимали скажем так поэтому у нас выполняется вот эта проверка и смотрится расстояние вот так же это расстояние учитывается вот здесь соответственно вот этой дельтой мы будем двигать нашу камеру я надеюсь в принципе более менее понятно было и вы сможете проверить поэкспериментировать и это будет вам полезно